В последнее время все чаще звучат разговоры о том, что YouTube в России вот-вот заблокирует. Еще год назад такие слухи воспринимались скептически. Сегодня многие сходятся во мнении, что вероятность блокировки высока, как никогда. Народ, всем привет! Походу, YouTube все-таки заблокируют. Проблему YouTube обсуждают на самом высоком уровне. Минцифры, по моей информации, включают блокировку видеохостинга в свои регулярные планерки. А из Китая, по неподтвержденной информации, в страну приехало несколько десятков технических специалистов, которые должны помочь в построении надежной блокировки. В общем, если к концу 2023 года сервис будет заблокирован, сюрпризом это ни для кого не станет. Но вместе с правдой о преступной войне в Украине, десятки миллионов россиян с блокировкой YouTube лишатся доступа к тысячам часов образовательных материалов, развивающих мультфильмов, развлекательного контента и многого другого. Все ради того, чтобы выдавленные из России политики и журналисты не мешали бункерному деду гнать на убор россиян и идти на очередной президентский срок. Достаточно посмотреть на цифры, чтобы понять, как сильно портят жизнь Владимиру Путину YouTube, а точнее доступ к независимой информации, которую он предоставляет. Только на моем персональном канале видео «Как спастись от мобилизации» посмотрело полтора миллиона человек. Надеюсь, кому-то оно спасло жизнь. А еще серьезно помешало военкоматам гнать на фронт запуганных россиян ржавыми автоматами в руках. А ведь это только на моем канале, где всего-то 350 тысяч подписчиков. О том, как спастись от организованной военкоматами облавы, рассказывали мы здесь на «Навайный лайф». Мои коллеги на популярной политике рассказывал Майкл Наки и много-много кто еще. Совокупный охват исчисляется миллионами граждан России. Уникальные зрители канала «Навайный лайф», например, достигали 20 миллионов в месяц. Это огромные цифры, сопоставимые с телевидением. Кремлю такое точно не по душе. Там хотят, чтобы все послушно смотрели на истерики Симоньян и Владимира Соловьева. Поставить себя на услужение бездарному кровавому клоуну – вот высшая цель существования этих негодных существ. Последний, к слову, своих детей на войну не отправил. Чужих гнать – это пожалуйста, своих – простите, но нет. Владимир Соловьев понимает бессмысленность смерти на развязанной Путином войне. Поэтому сегодня я хотел бы обратиться к видеоблогерам, которые последние 15 лет развивали сервис в России, делали качественный контент на мировом уровне, развлекали, просвещали, проживали свою жизнь вместе с миллионами зрителей по всей России. Да, сегодня я хочу поговорить именно с вами и вместе с вами попытаться дать ответ на несколько крайне важных вопросов. Когда Ютуб, скорее всего, заблокирует? Как нам всем действовать дальше? Какие есть альтернативы? И что со всем этим делать? Главный принцип демократии, один из главнейших принципов демократии – это свобода распространения информации. А вот составление различного рода списков, советов, которые должны принимать решения, какие средства информации хорошие, а какие плохие. Вот это, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Это ничего общего не имеет с демократией. Слухи о блокировке Ютуба ходят уже давно. С марта прошлого года, если быть точной. 11 марта Генеральная прокуратура потребовала признать корпорацию МЕТА – экстремистской организации, а вместе с этим заблокировали принадлежащие медиа – Фейсбук и популярнейший Инстаграм. Параллельно с этим было закрыто эхо Москвы, заблокировали Медузу, Медиазону, петербургское издание «Бумага» и многие другие средства массовой информации. Стало понятно – в стране вводится военная цензура. Ход специальной военной операции идет по плану. Очевидно, что следующего шага в зачистке информационного пространства в России должна стать блокировка Ютуба. И останутся россияне один на один со сводками Минобороны Игоря Коношенкова. Действие потерь России – только кепка Шойгу да один УАЗик. Называли даже конкретную дату блокировки – 18 марта 2022 года. Но 18 марта наступило, а Ютуб был доступен. Не заблокировали его и 19 марта, и в апреле, и в мае. Слухи о блокировке сходили на нет. Да и большинство экспертов утверждало – в ближайшее время Ютуб никто трогать не будет, а время еще не пришло. Тому было несколько аргументов. Во-первых, Ютуб по-прежнему оставался важной частью кремлевской пропаганды. На создание контента для американского видеохостинга выделялись очень большие средства, лишь бы оттянуть активного зрителя у оппозиционных каналов. Так в свое время администрацию президента особо беспокоил успех канала «Навальный лайф». В особенности популярность четверговых эфиров Алексея Навального, которые смотрели буквально миллионы россиян. Алексей даже шутил, что чаще всего обыски в офисе ФБК приходятся именно на четверги, лишь бы сорвать традиционный четверговый эфир. Люди в масках выносили всю технику – камеры, свет, но мы буквально на коленке умудрялись собрать все необходимое. И в 20.00 в прямом эфире люди все так же слышали знаменитое «Привет, это Навальный». Тогда было решено создать противовес эфирам Алексея и другим оппозиционным СМИ – канал «Соловьев Лайф». О том, сколько стоили Кремлю ежедневные истерики Владимира Рудольфовича, писал «Центр.досье». Согласно этому проспекту, полученному, как сообщил «Центр.досье» от источников администрации президента, часовой прямой эфир на аккаунтах команды будет стоить заказчику от 400 тысяч, вероятно, рублей. В проспекте цифра обозначена как 400К. Одна минута интервью, фильма или ролика – от 70 тысяч. Одна минута подкаста – от 10 тысяч. Авторский текст эксперта – от 20 тысяч – 20К. Помимо этого, на видеохостинге размещали свое видео РТ, попутно накручивая миллионы просмотров на порно-сайты Мария Захарова, Дмитрий Пучков, Евгений Попов и Ольга Скобеева и многие другие пропагандисты. Хорошо хоть телевидение есть, есть смелые каналы, которые нас транслируют, и куча жалких ничтожеств, которые боятся поставить телевизионную трансляцию. Надеюсь, что рано или поздно вернется их, сочувствующая западные сволочи, политическая элитка, и можно будет отсидеться. Во-вторых, все говорили, что блокировка Ютуба вызовет массовое недовольство среди народа. Твиттер блокирует? Пожалуйста. Инстаграм неприятно, но потерпеть можно. Но Ютубом пользуются, согласно опросу в ЦИОМа, 59% россиян. Буквально десятки миллионов человек. Студенты смотрят на Ютубе лекции мировых университетов. Родители включают своим детям мультфильмы, любители рыбалки, каналы о рыболовле. И, конечно же, все смотрят развлекательный контент, который на Ютубе существовал и существует в огромном количестве и на любой вкус. И этому просто нечего противопоставить. В России просто не существовало другой платформы, которая поставляла бы в большом количестве столько развлекательного и образовательного контента. Все попытки реанимировать старичка Родюба приводили лишь к новым расследованиям о том, как на нем распиливают деньги. За происходящим же на сервисе без слез нельзя было наблюдать. Миллиарды рублей пошли куда угодно, кроме как на создание и развитие удобного сервиса. Ничем заканчивались и попытки переманить на Родюб популярных блогеров и создателей контента. Но в 2023 году многое изменилось. После многочисленных блокировок каналов-пропагандистов, Ютуб больше нельзя рассматривать важной для информационного оболванивания площадкой. Были заблокированы многочисленные каналы РТ, Маргарита Симоньян, Соловьев Лайв, каналы Дмитрия Пучкова, Артемия Лебедева, Стаса, Айкак Просто и многих других пропагандистов помельче. Даже официальный канал Госдумы и тот заблокировали. Суд обязал Google восстановить доступ к Ютуб-каналу Дума ТВ в случае неисполнения решения взыскать неустойку в размере 100 тысяч рублей в день до достижения 1 миллиарда рублей. И каждую неделю неустойка будет увеличиваться вдвое. Сперва Роскомнадзор и депутаты Госдумы пытались пригрозить Ютубу. Трясли кулачками, требовали восстановить удаленные каналы АТО, АТО, АТО мы возьмем весь Google под российский контроль, говорили депутаты. Ютуб на угрозы не поддавался и пропагандистские каналы остались заблокированы. Распространять кремлевскую ложь войны в Украине на площадке становилось все сложнее. Не для того создавалась площадка Ютуб, чтобы там звучал голос патриотически настроенных ведущих. Поэтому они долго играли в объективность, а потом им надоело. Их задача была простая – сделать все возможное, чтобы Ютуб, созданный как площадка для регулирования настроения среди оппозиционных людей, не существовала, как та площадка, на которой патриотически настроенные силы в честной борьбе оппозиционеров положили. Параллельно с этим мы наблюдаем за тем, как резко начала усиляться площадка ВК-видео. Возглавляемая сыном первого заместителя администрации президента Сергея Кириенко, компания принялась выкупать права на контент популярных Ютуб-блогеров. Так, корпорация приобрела компанию Medium Quality Production – производителя популярнейших на Ютубе шоу «ЧБД», «Внутри Лапенко», «Я себе знаю», «Блицкриг» и многих других. Чтобы вы понимали, уровень популярности производимых компаний шоу – самый популярный выпуск «ЧБД» посмотрели 75 миллионов раз, самый популярный выпуск «Внутри Лапенко» – 22 миллиона раз. Новые выпуски популярных шоу будут выходить эксклюзивно на ВК-видео. 1 апреля на платформе вышел новый выпуск «ЧБД». Шоу не выходило в эфир больше года с момента вторжения в Украину. Ходят слухи, что вот-вот эксклюзивный контракт с ВК подпишет популярнейший блогер Влад А4Бумага. На Ютуб-канале блогера – 44 миллиона подписчиков. Помимо этого, эксклюзивный контент для ВК начнут производить популярные Ида Галич, Дава, Аня Ищук и многие другие популярные блогеры. А холдинг «Газпром-Медиа», который возглавляет бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров, запретил входящий в холдинг телеканалам выкладывать новый контент на Ютуб. Таким образом, с Ютуба на ВК перешли популярные шоу-каналов ТНТ «Пятница», «Матч ТВ». Очевидно, что таким путем администрация президента хочет переманить как можно больше пользователей с Ютуба на подконтрольный Кремлю ВК-видео. И если им удастся это сделать, общественное недовольство блокировкой видеохостинга будет куда меньше, чем ожидалось сначала. Вы давно видели меня на Ютубе, например? Не увидите. Меня заблокировали? Ну, понятное дело. Но Ютуб – это вражеский инструмент. Конечно, там будут одерживать успех, вражеские силы, потому что все силы, которые на нашей стороне, как только они становятся более-менее успешными, их блокируют. А самое главное, что корпорация ВК всегда готова услужливо помочь власти с цензурой неугодного контента. Недаром возглавляет ее сейчас сын заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, которого называют негласным куратором интернета. Способности корпорации ВК к цензуре мы с вами хорошо знаем. Достаточно лишь посмотреть, как по щелчку пальца ВК блокируют любые паблики, связанные с именем Алексея Навального, Любовью Соболь или Ивана Жданова. Уничтожают официальные паблики неугодных СМИ. Даже фан-страница Екатерина Шульман была заблокирована соцсетью. Также будет происходить и с любым неугодным контентом, который вы зальете на ВК-видео. Критикуйте Путина в своих роликах? Извольте получить бан, а вместе с этим и уголовное дело. А самое главное, что пользоваться ВК небезопасно рядовому пользователю. Недаром даже в народе сервис прозвали не иначе, как ментовской помойкой. Простите, пожалуйста, за лексику. Но точнее, охарактеризовать корпорацию, возглавляемую Кириенко-младшим, не получится. И все изменения, которые планируются и происходят, мы должны, конечно, делать ВКонтакте. ВК давным-давно и очень прочно подружился с нашими правоохранительными органами. Корпорация легко и надежно сливает переписку ФСБ, Центру Эи и другим тормоедам в погонах, не дожидаясь никаких судебных решений. Вот что писала об одном из таких случаев портал ОВД-Инфо. В январе 2018 года ВКонтакте передала Центру по противодействию экстремизму сведения об активистах штаба Алексея Навального в Уфе. Из электронной переписки соцсети с сотрудником Центра Эи следует, что правоохранители запросили сведения без решения суда или постановления следователя. И ВКонтакте их запрос удовлетворила, предоставив МВД время и дату создания страниц активистов, их номера телефонов, адреса электронной почты, а также IP-адреса, с которых создавались страницы, из которых пользователи на нее заходили. В 2018 году поддержка ВК предоставляла всю информацию и все переписки сотрудников Навального. Сегодня точно так же доблестные айтишники из офиса на Невском проспекте готовы сдать любого, кто не поддерживает политику Владимира Путина по уничтожению Украины. По факту размещения вами в социальной сети ВКонтакте комментария. Нет ни одной другой соцсети, про которую бы так часто писали в контексте уголовных дел за комментарии, лайки или неправильные рисунки. В 2019 году на долю ВК приходилось более половины всех уголовных дел за посты в социальных сетях. Согласно данным проекта «Сетевые свободы», за прошлый год было заведено 779 уголовных дел, и 1889 административных дел за неправильное поведение в социальных сетях. Сколько из них приходится на долю ВК неизвестно, но я уверена, что холдинг по-прежнему находится на первых местах в этой пугающей статистике. Взять и посадить! Очевидно, что пользоваться таким сервисом просто небезопасно. Особенно учитывая то, что вас могут наказать за то, что несколько лет назад было вполне легально. Из-за комментариев, оставленных в далеком 2018 году, можно получить огромный штраф или тюремный срок в 2023. В общем, корпорация ВК как может подставлять своих пользователей под тюрьму. Для этого и сидит там Владимир Сергеевич Кириенко. Для авторов контента ВК тоже тупиковый вариант развития. Достаточно просто послушать, что говорят блогеры, которые были вынуждены перейти с удобного и отличного ютуба на детиши Кириенко-младшего. Судя по тому, что я услышала ощущение, как при переходе с компьютера фирмы Apple на растеховский Эльбрус Сергея Чемезова. Вот что сказала работе с ВК-видео про кремлевский блогер Стас Айкакпроста. Спойлер, переход на ВК для карьеры равнозначен смерти. ВК, Рутуб, Дзен – это говно, а не платформы. В ВК, если ставишь скорость воспроизведения 2х или полтора, или просто любую, то ролик перестает воспроизводиться. Что с телефона, что с компа. Причем, даже если ты скачал ролик через функцию «Скачать» в приложении, то все равно ничего не работает. Плеер – убожество. В мобильном приложении не работают тайм-коды. На ютуб за те же просмотры я получал 7-8 тысяч, только уже долларов. Оказалось, что ВК не дает денег за политический контент. Б***ь, историки, новостники, просто идите нахуй. Вы не нужны ВК. Денег в ВК нет. Я был одним из популярнейших видеоблогеров. Думаете, мне предложили хоть какую-то монетизацию после перехода на платформы? Или хоть что-то? Хоть какую-то мотивацию? Может, элементарно человеческий диалог? Нет. Им просто п***ь. Перспектив нет. Всему руководству п***ь. Они мутят бабки «Газпрома», занимаются внутрипартийной борьбой и не хотят ничего создавать за откаты, раздавая миллионы блогерам, которых никто не знает. Такого же мнения придерживается и популярный блогер, и пропагандист Дмитрий Пучков. Вот что он сказал в интервью Общественной службы новостей. По мнению Пучкова, главный минус отечественных видеохостингов – отсутствие возможности заработать. Он рассказал, что YouTube вставляет ролики блогеров в рекламу и платит им за это хорошие деньги. Однако на российских ресурсах такой практики пока нет. Хотелось бы хотя бы отбивать, поделился блогер. То есть, если ролик в производстве стоит 20 тысяч рублей, а я снимаю их 50 штук в месяц, то получается многое, если умножить. А заработать можно 100 тысяч. Это мало. В итоге складывается очень печальная картина жизни после блокировки YouTube. Как для блогеров, так и для пользователей. Спасибо, Клим Александрович. Старались. Честно говоря, потраченного времени. Жаль. Да. Помимо всего озвученного, пользу версии о скорой блокировке YouTube говорит и то, что за последнее время ее, можно сказать, анонсировали такие непохожие друг на друга люди, как Евгений Пригожин и популярный певец Егор Крит. Вот что сказал Пригожин в начале года. А теперь я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы ни ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть гольф. В ближайшее время YouTube будет закрыт, а те, кто активно пользуется YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание после того, как он будет запрещен. Затем слухами о скорой блокировке YouTube поделился популярный певец Егор Крит. Вот все мои люди, именно серьезные люди в плане YouTube, у которых огромное количество популярных каналов, которые вы знаете, все в один голос мне говорят о том, что YouTube закрывают. В довершение, в конце марта, по неуподтвержденной информации, после визита в Россию путинского хозяина, товарища Си, в страну приехало несколько десятков технических специалистов из Китая, которые должны помочь чехнарям из Роскомнадзора в построении надежной технической возможности блокировки сервиса. В самом Китае видеопостик заблокирован аж с 2009 года, ну, то есть с самого начала. В интернете ходят слухи о закрытии таких популярных соцсетей, как Instagram и YouTube. Что вы думаете по этому поводу и вообще возможно ли это? Спасибо. Я понимаю вашу озабоченность и понимаю озабоченность тех людей, с которыми вы работаете в интернете. Мы не собираемся ничего закрывать. Как дополнение к их высказываниям, с февраля в так называемый ДНР начали замедлять работу YouTube и других сервисов Google. Нет сомнений, что для властей России ДНР сейчас – это отличная экспериментальная модель для нововведений. И после того, как замедление и блокировку обкатают на Донбассе, ее могут успешно реализовать и в России. А 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, в Ленинские районы суд города Владимир поступил иск с требованием прокуратуры заблокировать видеохостинг. После общественного резонанса, последовавшего за новостью, прокуратура начала оправдываться, мол, имела в виду совсем другое, и вы не так нас поняли. Ничего мы пока блокировать не собираемся, но, скорее всего, они просто поторопились и не согласовали иск с администрацией президента. Вы же понимаете, что я скажу? Ничего никто закрывать не собирается, и YouTube как был, как и останется. Твердый и четко. Твердый и четко. Я думаю, что, скорее всего, официальная блокировка произойдет до выборов президента в 2024 году. Потому что каждый YouTube-канал, где про российскую политику говорят чуть мягче и другими словами, чем у истерички Скобеевой, мешает Владимиру Путину не только гнать людей на смерть в Украине, но и главное, может создать неудобства перед выборами на новый срок. К выборам Путин любит все закатывать в асфальт, чтобы они проходили ровно по его сценарию, без любых сюрпризов и неожиданностей. Да, VPN-сервисы помогут обойти блокировки, но, во-первых, они есть далеко не у всех россиян. Так, посещаемость Инстаграма после блокировки с января по июль 2022 года упала в пять раз. В феврале 2023 года в Инстаграм в среднем раз в день заходили 6% россиян старше 12 лет. Среднесуточный охват соцсети упал в пять раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – 31%. Во-вторых, Роскомнадзор активно борется с популярными VPN-сервисами. За последние несколько лет в России было заблокировано более двух десятков популярных VPN-сервисов. В-третьих, учитывая траекторию развития России, в ближайшем будущем VPN-сервисы вполне могут оказаться вне закона. Из-за их использования будет введена уголовная ответственность. И что со всем этим нам делать? Ну, давай посадим 100 человек, которые пользуются VPN-сервисами. А у нас один из руководителей администрации президента сказал, что это нормально и что он пользуется и смотрит. Так вот это ненормально. Но это же было? Это ненормально. Если вы блогер, кратко, стараться не поддаваться на шантаж и разводки и не бежать регистрировать каналы в ВК и Рутюбе по первому оклику. Эти вы окажете Кремлю огромную услугу, но по сути сами отдадите ключи от своей тюрьмы, да еще и вашу аудиторию туда загоните. Вы же реально годами работали во благо развития интернета и Ютуба в нашей стране. Не Роскомнадзор, не чиновники, а вы. По многим параметрам российский сегмент Ютуба один из сильнейших в мире. У вас гигантская аудитория. Вас любят, уважают, прислушиваются к вашим словам. Благодаря этому вы зарабатывали деньги, развивались, строили карьеры и бизнесы. Сейчас Кремль пытается отобрать это у вас, отобрать то, из чего состояла ваша жизнь в последние годы. Так, на, положи. Где ты? Юрий Михайлович, что ты? Ромен Юрий Михайлович. Комендский Юрий Михайлович, это из-за этой песни? Год рождения. А, 1990. Это здесь, который не добрый мяч. Взамен вам предлагают перейти на ВК, который продаст вашу аудиторию по первому же звонку от силовиков. На ваших дорогих зрителей будут заводиться уголовные дела за неугодные комментарии и неправильные лайки. Вас самих заставят говорить только на те темы, которые будут одобрять сынок заместителя главы администрации президента Кириенко. Ваши карьеры будут уничтожены. И помешать этому можно только одним способом – сопротивлением. Настолько активным, насколько у вас хватит сил и храбрости. Не переходите на ВК. Отказывайтесь от контрактов с Рутюбом. Возможно, сегодня вам предложат выгодный денежный контракт. Но завтра вас в лучшем случае вытрут ноги и забудут навсегда. В лучшем заведут уголовное дело по надуманной причине. Посмотрите на Никоглая, который не был лидером оппозиции, но, по мнению власти, совершил страшнейший проступок. Посмел снять неправильный тикток, после чего его задержали, обрили, выгнали из страны. Сейчас я действительно понимаю, какую большую ошибку я совершил. Я каюсь, мне очень стыдно. Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста, если это только возможно. Также важно просвещать свою аудиторию. Рассказывайте ей о способах обхода блокировок, об альтернативных способах получения информации, о том, что представляют из себя видеохостинги ВК и Рутюб, о том, что происходит у нас в стране. Боритесь не за мою, за свою аудиторию. Помните, что как только она перейдет на подконтрольные Кремлю платформы, ни о какой безопасности речи быть больше не может. Не толкайте людей, которые доверились вам, под пристальное око товарища майора. Возможно, какое-то время вам будет тяжело, когда заблокируют Ютуб. Будет непонятно, что делать и куда идти. Но в конечном счете, только такие поступки могут приблизить конец всего того ужаса, в котором мы оказались. Только готовность каждого отдельно взятого человека отстаивать то, что ему дорого. А если меня смотрят сотрудники корпорации Альфабет, Гугл и Ютуба, то я очень сильно надеюсь, что в случае блокировок вы будете бороться за российскую аудиторию и говорить о необходимости этого своему начальству. Посмотрите, например, Телеграмма и Павла Дурова. Его мессенджер был заблокированной территорией нашей страны. Но Павел не предал свою аудиторию из России и несколько лет боролся с Роскомнадзором, представляя своим пользователям возможность обходить блокировки. И в итоге Телеграмм выстоял. Блокировки отменили. А сейчас каждый пропагандист, каждый мелкий чиновник считает своим долгом завести свой канал мессенджера для террористов, как его когда-то называли в СМИ. Так же будет и с Ютубом. Если вы не сдадитесь сами, никакой Кремль не сможет вас победить. Если вы рядовой пользователь, то ставьте VPN не только себе, но и своим мамам, бабушкам, друзьям и коллегам. Давайте ставить палки в колеса кровавому путинскому режиму вместе. И, конечно, только такими маленькими шагами и гражданским сопротивлением мы сможем приблизить прекрасную Россию будущего, где каждый человек сможет говорить то, что считает нужным, а не то, что ему разрешил товарищ майор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok